В мэрии города прошло рабочее совещание по регулированию размещения рекламы на фасадах муниципальных зданий и многоквартирных домов. По словам участников, большое количество неактуальной рекламы, которая имеет неопрятный вид, не является наибольшей проблемой. На уже отремонтированных фасадах домов размещены конструкции для установки рекламы, которые пустуют. По словам мэра города Юрия Гришина, на данный момент реклама в подобном виде не работает на благо развития бизнеса. Демонтаж подобных конструкций не может пройти без ущерба для целостности облицовки фасада здания. И соответственно, ремонт возлагается в итоге на жильцов многоквартирного дома. Для размещения рекламы необходимо получить разрешение от собственников квартир в форме протокола, составленного на общедомовом собрании. После чего САТЭК выдает разрешение на размещение. Все ли протоколы являются легитимными? По словам директора городской административно-технической инспекции, не удалось установить владельцев рекламных конструкций на некоторых из 70 зданий, которые уже прошли проверку. Вот сейчас и мэр поручил нам, это все многоквартирные жилые дома будут обследованы и большинство хозяйства субъектов, на которых расположены рекламные конструкции. И все они будут обследованы и на предмет законности размещения и качества размещения. Это то, что в наших полномочиях. В случае наличия согласия от собственников многоквартирных домов на размещение наружной рекламы на фасадах зданий, доходы идут в накопление на капитальный ремонт дома. Но они, как правило, настолько незначительны, что не могут впоследствии покрыть расходы, связанные с демонтажом. Собственники жилья без ведома управляющих компаний дают согласие рекламодателям, при этом не осознавая масштабы последствий.